Меня зовут Сергей, мне 33 года. Я работаю в региональном узле почтовой связи города Борисово. Работа очень интересная. Сейчас мы вам все покажем и расскажем. Сейчас будет загрузка почтовых отправлений, газет, заказной корреспонденции, транспортное средство и поедем на маршрут. По специальности я электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, но работа водителем мне более милее. Работаю я с 2017 года. На работу пришел по подсказке друга. Он мне рассказал, объяснил все детали, моменты. Ну, я решил попробовать. До этого я работал на заводах, можно сказать. На заводе работать как-то скучновато, если честно, чуть-чуть. Мечта с детства была быть водителем. Но я тогда еще не знал, что буду работать именно здесь на почте. Ну, так сложились обстоятельства. Попробовал, мне понравилось. Работа интересная. Каждый день все по-разному. Всегда за рулем слушаю музыку. Предпочитаю радио. В радио можно и новости послушать, знать, что происходит вокруг. Ну и приятные композиции послушать. Все-таки с музыкой веселее. Мы сейчас направляемся в населенный пункт Струпень. Будем там производить доставку газет, писем, корреспонденции. Я считаю, что Сергей хороший работник. И он вовремя привозит корреспонденцию. И вот постоянно по пятницам, там каждый день, вот это самое, и они приезжают машина, и они выскакивают. И скоренько ложат вот эту самую корреспонденцию и уезжают. Я считаю, что нам для села вот это вот, ну, необходимо, чтобы ездила машина и провозили домой. Потому что у Яши не каждый может, ну, подойти, и то вечером темно уже стемнеется. А они приехали, положили у Яши возле дома и поехали. Я довольна, лично я довольна их нами работами. У нас в РУББЛПОЧТА каждые два года проводится соревнование по профмастерству водителей. Выпал мне такой шанс поучаствовать. Мне предложил руководитель. Я, конечно же, согласился. Было интересно себя попробовать и в знаниях, и навыки водителя показать свои. Ну, вот и получилось так, что я занял одно из призовых мест, третье место. Было очень приятно на самом деле, что все-таки я что-то умею. Конкурс проходит по такому принципу. Правила дорожного движения, потом технические несправности, по которым автомобиль не может выезжать на линию, и скоростное маневрирование. Здравствуйте. Как же вы здоровы? Как дела? Да нормально. Что нового? Нормально. Что нового? Ну, что в мире, то и у нас. Все. У нас больше дела. Вот, тем более, вот, газеты. Рад вас видеть. Все. Берегите себя. Кроме благодарности, я не могу ничего сказать. И я лично и шофера знаю, вот, частенько выбегаю и жду даже, жду его. Он сейчас тут же, почти как по заявке, подъезжает. Вот, мы с ним перезаровываемся, вот, поговорим. Молодец, хлопец. Двигаемся мы строго по маршруту. У нас нету отклонений. Мы не можем там куда-либо заехать. Все, все по маршруту. Остановки не запланированы. Незапланированные остановки тоже, как бы, запрещены. Если это, конечно, не связано с неисправностью автомобиля. Езжу я по разным маршрутам. Бывают короткие, бывают и длинные. Обслуживаю тоже многое количество людей. Приезжаю в большое количество деревень. На длинных маршрутах порядка 30 деревень бывает. Надо за день объехать, каждого навестить, каждого порадовать. Газеткой, кому-то письмо, кому-то почтовое отправление, кому-то привезти товар, доставка товара. Ну вот, ездишь, общаешься, спрашиваешь, что нового происходит у вас. Так как у нас много маршрутов по сельской местности, район, очень часто на дороге встречаются дикие животные. К примеру, недавно я видел двух косуль, перебегали дорогу. Встречаются и лоси, зайцы, и лисы. Ну, в день в среднем получается проехать в районе 130-150 километров. Это минимум, можно сказать, даже. За месяц 3-4 тысячи километров. Ну, в течение года можно 100-120 тысяч километров проехать. Ой, здравствуй, Сережа. Добрый день. Как дела? Ждем вас, очень рады всегда. У вас как дела? Что новенького? Да все. Спасибо вам за письмо. Всегда ждем тебя. Так, сладости к чаю, как и просили. Спасибо тоже. Работа важна, конечно. Каждый человек ждет и газеты, и общения. В прошлом сама паштальон 20 лет отработала. Так что знаю эту работу, трудную, почетную. Сейчас механизировано все. Я пешком ходила. Вот эту деревню две я разносила. Ну, правда, подвозки были, подвозили меня, но все равно. Пройтись, вот у меня проход был 15 километров, как до Борисова. Туда и назад. Газеты мы разлаживаем по ящикам. Стоят ящики, пронумерованы. Бывает такое, что на дом ложим газету. Пожилые люди, бывает тяжело им дойти до ящика. Возим на дом, в них прикреплен почтовый ящик, ложим туда. Некоторые даже встречают сами, лично. Иногда могут остановить во время движения. К примеру, они в магазин идут, а я еду. Они останавливают, я им передаю газету. Некоторые по дому ждут. Бывает такое, что вот привыкнут к одному времени, что машина в такое время приходит, и уже выходит. Тебе даже бывает лишний раз с машинами надо выходить. Всегда встречают нас с улыбкой. Даже приглашают иной раз на чашечку чая, либо кофе. Но нельзя, да? Но нам нельзя. Не положено. Не положено. Деревни обновляются. Уже уходит то поколение, наверное, когда, к примеру, старые домики где-то что-то. Строятся новые дома, приезжает молодежь, живет, устраивается на работу, строится. Хозяйство заводит. Однажды, вручая посылку, приехал. Новенький домик. Недавно построенный. Видно сразу, что молодежь живет. Постучал в дверь, но никто как бы не выходил по сигналю. Открываю дверь во двор, ну, чуть-чуть, если честно, испугался. Полный двор гусей, меня не впустили к ним во двор. Ну, пришлось сигналить дальше. И туда вот вышел парень, все. Мы поздоровались, я ему вручил посылку. Говорю, у вас такое хозяйство. Ну, говорю, да, держим. Жители Борисовского района и близлежащие деревни города, не переживайте. Почта никогда не оставит вас без своей любимой газеты. Субтитры сделал DimaTorzok